всем привет вот из такого кусочка мех пивы сделал такую заготовочку для ножа сразу же ее с помощью хлорного железа заворонил теперь будем делать руку рукоять будет из ясеня в качестве больстера буду использовать вот такой вот кусочек палисандра это будет походный легенький ножичек грибничок лезвие у меня получилось 12 сантиметров длина рукоятки будет около 11 также между этими деревяшками вставлю кусочек кожи все это дело буду клеить вот на такой вот универсальный эпоксидный клей отверстие засверлил теперь можно приступать к склейке сразу же на хвостовике сделал такие вот засечки чтобы ручка сидела надежно эпоксидку развел 1 10 сохнуть она у меня будет примерно от 9 до 12 часов а так до полного высыхания у нее уходят сутки так вот очень хорошо все промазываю внутрь также заливаю эпоксидку дальше при помощи вот такой вот специально струбциночки все это дело поджимая и оставляю до полного высыхания эпоксидной смолы ну и вот прошло около 12 часов эпоксидная смола хорошо застыла можно переходить в дальнейшей обработке сейчас при помощи гриндера буду формировать саму рукоять будет много пыли поэтому работать буду в маске и черновая работка на гриндере я думаю готова что у меня получилось дальше все будет обрабатываться при помощи обычной наждачки зажал нож в тиске взял вот такую вот наждачную бумагу и вот таким вот образом начинаю обрабатывать грубо говоря скругляю все края набираю заусенцы от крупной наждачки и так далее этот нож будет рабочий поэтому сильно с полировкой я усердствовать не стал немного загладил рукоятку буду пропитывать вот таким вот льняным маслом дерево защитным несколько слоев вот на один слой покрыл сейчас это все высохнет потом полирну на войлочном круге и еще на несколько раз покрою также вот этим маслом после первой пропитки рукояти могут появиться небольшие заусенцы поэтому сейчас я на обычном войлочном круге полирну и буду пропитывать дальше после полировки также еще сейчас нанесу несколько слоев пропитки и рукоять будет готова теперь она уже будет намного дольше сохнуть потому что тут все уже то что надо было впиталось соответственно плюс полировочка загладила все поры можно сказать это уже обработка на чистовую масло на рукояти полностью высохла такая красотища уже получилось теперь остается сделать последний штрих а именно заточить само лезвие брусочки обязательно надо мочить в воде давайте посмотрим что получилось а Так вот простенький у меня походный ножичек получился, ушло на работу три с половиной дня.